Марфа Смирнова, Ирина Баблоян, Дмитрий Прокофьев, редактор отдела экономики издания «Новая газета». Дмитрий, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте, здравствуйте. Ну, давайте начнем с бюджета на следующий год. Я, тем более, тоже как-то несколько поподробнее изучила. 41 триллион рублей, треть на оборонку. Если вместе с силовиками, то это 40%, о чем вы сами пишете. Это я пишу, это пишет Министерство финансов. Ну, это рекордные траты вообще на безопасность и оборону. Мне вот интересно, наверное, с такой уже житейской точки зрения, на что эти деньги конкретно пойдут? На ВПК или на увеличение выплат военным по контракту? Или на новую мобилизацию, на которую нет денег? Об этом уже все экономисты трубят последние два года. Значит, смотрите, я бы вообще не стал бы обсуждать такие вещи, поскольку в бюджете вот эти моменты... Все это очень много идет по засекреченным статьям. И с точки зрения макроэкономики, на что там внутри это будет потрачено, да? Это вообще не имеет никакого значения. Точнее, не принципиально вообще. Вот это крохоборничание, что там, насколько пойдет, совершенно не бессмысленно, потому что здесь другой принцип, да? Совершенно не важно, на что внутри вот этого пула расходов будут потрачены деньги. Важно, что они создают в экономике дополнительный спрос в так называемом непроизводительном секторе. То есть все, что делается вот в этом секторе, оно, что называется, идет либо на потребление, то есть люди, которые получают там повышенные зарплаты, деньги... Опять же, не важно, где этот человек их получает, да важно, что он получает так от правительства. А в противном случае он бы их не получал. Это создает дополнительную нагрузку на употребление, раз. Ну, а все, что производится, вот эти там изделия, как называют, да, по официальной классификации, это называется металлические изделия без учета машин и оборудования. Они, что называется, утилизируются очень быстро, и это никак не увеличивает объем потребительских товаров. Ну, собственно, все. То есть создается дополнительный спрос в одном секторе экономики. В других секторах экономики этого спроса не создается, они финансируются ровно на объем инфляции. Я бы еще сказал, что тоже бы не стал цепляться вот именно к федеральному бюджету, потому что гораздо более показателен консолидированный бюджет вместе с бюджетом регионов и государственными бюджетными фондами. Вот по ним, да, там то же самое. Идет все увеличение там расходов на сосалку, на человеческий капитал и так далее. Инфраструктуру, там все идет на увеличение на уровень инфляции, не больше. Ну, а здесь, да, резко увеличивается финансирование. То есть ресурсы, да, из экономики будут пересекать туда, но, соответственно, для того, чтобы эти деньги могли быть там, что-то освоены, другие сектора экономики должны сократиться. Вот это принципиальный момент. Что это значит, опять же, для населения? Что значит другие сектора экономики? Вы имеете в виду там социальные выплаты? Нет. Я имею в виду не социальные выплаты, я имею в виду людей, которые уходят в магазины. Да, смотрите, до последнего времени в чем заключалась идея правительства? Понимаете, пожалуйста, у правительства нет проблем с деньгами. Есть проблемы с ресурсами. Ресурсы – это труд, капитал, технологии, да, которые работают либо там, в том секторе, о котором мы говорили, либо работают на нашем своем потреблении. И до последнего времени правительство старалось делать так, чтобы частный бизнес тоже имел доступ к доступным ресурсам, мог что-то производить и так далее. Сейчас ресурсов не хватает. Почему не хватает? Если бы их хватало, мы не видели бы инфляции и такой сверхнизкой безработицы, о которой нам говорят. А значит, для того, чтобы мог производить вот этот вот сектор оплачиваемым правительством, все остальные должны чуть меньше потреблять, чуть меньше покупать, чуть меньше зарабатывать, да, или вообще, если они не будут справляться с новыми ценами, с новыми ставками, значит, закрывать свой бизнес и переходить в правительственную серию. Примерно вот так. То есть просто теперь это вот в такой, ну, мягкой форме, ну, в виде инфляции, да, которая будет съедать эти сбережения, съедать вот это потребление, сокращать, все будет дороже, а людям придется либо потреблять на том же уровне, либо сокращать это потребление, чтобы правительственный сектор мог действовать и выполнять свои задачи. Экономист ответит так. Вы пишете, что проблема российской экономики заключается не в деньгах, а в ресурсах. Да. Где капитал, где технологии. Именно так. Да. Давайте это еще раз расшифруем, просто опять же, для людей, чтобы они понимали, где тут проходит грань между экономикой, о которой мы говорим. У нас, да, у нас в России две экономики. Одну оплачивает правительство, другую оплачивают люди. Вот, условно говоря, вы можете произвести автомобиль, да, можете произвести, там, ну, какую-то, хорошо, боевую машину. И для той, другой нужен металл и труд людей, которые будут оплачивать. То есть, если вы резко увеличиваете спрос на боевые машины, а металл у вас одно и то же количество, значит, вы произведете меньше автомобилей. Или эти автомобили должны быть очень дорогими для того, чтобы не слишком много людей могло их купить. Вот максимально просто. Притока ресурсов в российскую экономику больше, чем она производит сейчас, она производить не может. Если бы могла, мы не видели бы роста инфляции. Поэтому здесь бюджет – это просто инструмент перераспределения ресурсов, с помощью которого правительство показывает. Вот в этих секторах вы можете заработать, вот здесь у вас будут деньги, а в другом месте у вас денег не будет, или вам будет потруднее жить. Об инфляции, о которой вы сами сказали, о которой постоянно тоже говорит на Биулина, какие способы вы видите, давайте говорить, наверное, про следующий год борьбы с этой инфляцией. Ну вот правительство повышало и повышало эту ключевую ставку, но, опять же, вы у себя пишете в материале, что повышение этой ключевой ставки до каких-то уже абсолютно рекордных значений ничего не изменит. Значит, оно ничего не изменит, потому что ключевая ставка – это про другое. Значит, ключевая ставка повышается для того, чтобы вы не могли брать большие кредиты, а люди берут кредиты, скажем так, как подорванные. Для того, чтобы вы не могли брать большие кредиты и не могли слишком много покупать. И, опять же, высвобождая ресурсы для правительственного сектора. И люди все равно понимают, что правительство не остановится, что оно будет вливать деньги в свой государственный аппарат, и они все равно берут кредиты, потому что завтра будет дороже. Центральный банк говорит, ок, мы повышаем ставку еще, ваши кредиты будут еще дороже. И кто не сможет тянуть проценты по этим кредитам, кто не сможет это оплачивать, он закрывает свою предприятие и пересекает, и переходит в правительственные секторы. Просто вот сейчас вот этот инструмент, ключевая ставка – это то же самое, с точки зрения макро, это то же самое, что, допустим, в 30-е годы товарищ Сталин вводил карточки. Или в 40-е. Когда карточки для распределения, когда ты не можешь купить больше чего-то, потому что вот тебя так определили. А все остальные ресурсы идут в другое место. Но если ты… Ну, сейчас карточек нет, дефицита нет, но тебе просто дадут кредит по очень высокой ставке. Можешь его платить? Пожалуйста, попробуй. Не можешь. Приняй на себя, сокращай свое употребление, покупай дешевое. И правительство не боится инфляции. Они могут говорить, конечно, они не будут никогда этого говорить, что они будут говорить, что инфляция бяка, что мы тут будем ее давить, мы будем повышать ставку. Они прекрасно понимают, что сейчас инфляция – это инструмент, который будет выдавливать ресурсы из, скажем так, потребительской экономики в экономику производственную. Там, где больше… То есть они не боятся инфляции, потому что они… Ну, то есть у них чувство, что они ее контролируют? Или они ее действительно контролируют? Нет, они используют инфляцию как инструмент, с помощью которого они прижимают ресурсы из потребления и направляют их в производство. Ну, потребление ты не можешь платить по этим высоким ценам, да? Значит, ну, пойдешь туда, где тебе правительство заплатит. На каждом углу висит номер телефона. Если у тебя нет денег, позвоним и скажем, где их взять. И плюс еще, вы знаете, есть такая совершенно замечательная история, я очень люблю. Это ровно 400 лет назад. Это, прости господи, 17 век у правительства государя Алексея Михаила Федоровича, еще первого Романова. Значит, там приезжают английские послы, и они, значит, обсуждают вопрос торговли. И что, говорит, почему, говорит, русские деньги стали, говорит, сильно дешевле, да? И, говорит, бояре отвечают так, это примерно, говорит, что, говорит, деньги, говорит, это в воинское время, говорит, деньги поиспортились, потому что, говорит, служивых людей стало много, и надо их пожаловать, а царская казна разграблена. Поэтому, говорит, да и много где бывало, чтобы торговать стали на, там, не на серебряные, а на медные деньги. А как, говорит, государство поисправится, так и деньги поисправятся. Просто выросло очень количество людей, которые получают, которых нанимает правительство, да? Оно щедро им платит, ну, люди-то потребляют не деньги, и даже не будут есть эти купюры. Им нужны товары, им нужны эти белые лады, им нужны, там, оплачивать ипотеки, им нужно покупать, там, все, что нужно. Этих товаров больше не остановится. Значит, на них растут цены. Ну, все, это просто вопрос перераспределения ресурсов с одной стороны в другую. Больше того, вот эту вот двухсекторную модель экономики, когда у вас есть производство, которое вы накачиваете, и потребление, ее советский экономист Григорий Фельдман расписал еще в конце 20-х годов, там, почти сто лет назад, по советскому правительству ее представил. Поэтому пути и так зовут. Только в то время, поскольку Советский Союз упирался в контроль над ценами, вместо, вот, роста цен, ну, формально все равно росли, да, было заявлено, что они регулируются, вводили различные ограничения на покупку товаров. Сейчас просто цены растут. И они, естественно, сокращают объем обязательств правительства, выраженных в реальных товарах, в реальных продуктах, да. Ну, ок, вам дали там 100-500 миллионов рублей, но на эти 100-500 миллионов рублей вы можете купить те же самые товары, которые вы могли купить там, 3-4-5 лет назад. В общем, правительство делает до последних двух лет, вот последние два года, экономика тянула и производство, и потребление, там, хорошо ли, худо. Плюс еще вопрос, валютная выручка. Правительство понимает, что если что-то пойдет не так с валютной выручкой, ну, мало ли, да, дело не в доходах, в бюджетах, а дело в том, что потребительский импорт и критический импорт для производства обеспечиваются вот этой валютной выручкой. И если ее не будет, придется выбирать либо товары в магазинах, либо чипы, там, для предприятий, которые выпускают совершенно определенные вещи. В общем, куда будет выбор, в общем, понятно, но для этого нужно, чтобы люди не думали, что вот куда-то травары пропали, но они должны быть высокие цены. Спасибо большое, Дмитрий Прокофьев. В нашей постоянной рубрике, которую мы делаем вместе с «Новой газетой», Дмитрий Прокофьев, редактор отдела экономики, обсуждали его последний материал, почитайте его обязательно на сайте «Новой газеты». Инфляцию нам еще покажут, так называется материал. Покажут, покажут. Покажут, покажут.